В прошлое воскресенье на центральной площади Праги собрались несколько тысяч человек с флагами. Это протест против новых ограничительных мер, которые вводит правительство. Жёсткий карантин принят пока на две недели. Закрыты все кафе, рестораны, запрещены массовые мероприятия. В том числе кино, театры и спортивные соревнования. Именно поэтому большую часть протестующих составляют футбольные и хоккейные фанаты. Причём многие без масок. Полиция вынуждена была применить перцовый газ и водомёты. В свою очередь в страже порядка летела брусчатка и всё, что попадало под руки протестующих. 20 человек пострадало, около 150 арестованы. В соседней Словакии тоже протестуют. И многие из недовольных также футбольные фанаты. Ситуация гораздо серьёзнее, чем весной. И действия полиции против недовольной толпы тоже одинаковы. Водомёты и газ. Если в Чехии и Словакии ситуация значительно ухудшилась только осенью, то Испания уже успела ощутить всю сложность весенней пандемии. Теперь, когда принято решение снова ужесточить карантин, на улицах начались протесты. Основной аргумент испанцев – падение экономики. В результате жёстких мер растёт число безработных. Но всё-таки власти вводят режим чрезвычайного положения. Такая же ситуация и в Италии, где, кроме других мер, принято решение ограничить работу всех ресторанов и кафе. Как известно, это один из основных источников доходов многих итальянцев. В центральных городах Италии митингуют. Без столкновений с полицией идут протесты в Великобритании. Люди требуют вернуться к обычным условиям жизни и недовольны новыми ограничениями. Германия приняла решение отказаться от традиционных рождественских ярмарок. Удар придётся не только по настроению, но и по бизнесу европейцев. Ежегодно в Страсбург и Берлин приезжает по миллиону туристов. А доходы от отелей сферы торговли составляли почти четверть миллиарда долларов. Протестующие в странах Европы приводят в пример Швецию, которая отказалась от карантинных мер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова